Их пациенты люди разных возрастов, от грудничков до глубоких стариков. И записи заранее к этим врачам нет. Они не лечат людей, а буквально спасают. Именно к ним привозят пострадавших в катастрофах, авариях или после несчастных случаев. Завтра международный день травматолога. Как врачи справляются с тяжелыми случаями и будут ли отмечать праздник, расскажет Алексей Козлов. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА В обе стороны, чтобы можно было быстро на каталке завести человека вовнутрь. Эта пенсионерка стала одним из первых сегодняшних пациентов. Упала и почувствовала боль в области запястья. На рентгене виден перелом и смещение кости. Перелом достаточно распространенный. А вот, сейчас полечим. Сначала необходимо вправить кость, затем накладывают гипс. Ваша задача – ручку расслабить. Его придется носить не меньше двух месяцев. В это время в операционной хирург зашивает лицо. Среди тяжелых травм самые распространенные причины – ДТП и драки. Хирург Денис Булыгин работает здесь уже 7 лет. Многим людям после серьезных повреждений помог сохранить лицо. Чем аккуратнее шов, тем меньше будет шрам. Часто наши травмы сопровождаются либо открытой черепно-мозговой травмой, либо сотрясением головного мозга. Также большое количество переломов костей. Не могу до сих пор привыкнуть, когда дети приезжают с какими-то травмами. Это тяжело. Взрослые немножечко попроще. Но все равно после тяжелых травм немножечко волнительно. Все равно переживаешь, ходишь, смотришь. Каждую смену здесь работают 5 травматологов. И хватает для обслуживания Тюмени и Тюменского района. В доказательство тому день, который здесь, стал серьезным испытанием. Очень тяжелый и необычный случай произошел 2 апреля 2012 года, когда, к сожалению, произошла авиакатастрофа самолета АТР-72. Вот это было большое напряжение для всего приемного отделения, для всей нашей больницы. Но мы справились. Пятница вечер. С полуночи здесь ожидается наплыв пациентов. А поэтому в профессиональный праздник дежурной бригаде будет не до торта. Тюменское время.